А это что? Отдохнувшие и довольные после летних каникул депутаты Госдумы, новой противопожарной техники готовы радоваться всеми частями тела. И повод хороший, и лесных пожаров почти уже нет. С краевыми чиновниками парламентарии сегодня запросто приезжают в Дивногорск на импровизированную выставку технообновок для борьбы с лесным огнём. Такую технику Край получает впервые за последние 6 лет, говорят в лесоохране. Но даже в этом навье всё зависит от выносливости и физической силы работников лесоохраны, а не технологичности. Лопаты и багры, похоже, надолго остаются главным инструментом борьбы с пожарами. Сколько там литров должно быть? 18 литров. А вот с помощью вот этого всего сколько я смогу потушить? Вы потушите кромку пожара. Кромка пожара – это вот непосредственно вот эта вот горячая полоска, которая идёт, это является громкой пожара. Распространение. Вы достаточно эффективно будете останавливать распространение лесного пожара. На себе сколько за день я вот таких проношу? От 10 до 20 раз вам придётся заправиться. В среднем я где-то литров 300 на себе в день. Да-да-да-да-да-да. Пока специалисты лесоохраны на пальцах объясняют, сколько нужно горбатиться, чтобы остановить распространение огня, чиновники рассказывают, как новая техника серьёзно поможет на фоне старых, почти стопроцентно изношенных машин в лесничествах. При этом деньги на её приобретение госбюджет выделил ещё весной, то есть до начала сезона лесных пожаров. Бюрократические проволочки, связанные с закупкой, с размещением заказов, они вот, к сожалению, привели к тому, что техника только начала поступать и ещё до конца года будет поступать в регионы. По наблюдению Гринпис, пожары в Сибири этим летом побили рекорды за всю историю наблюдения с 2001 года. По площади Горения – 4 миллиона гектаров, площади сгоревших лесов – более 13 миллионов. Теперь федеральные власти будут выделять больше денег и техники на борьбу и профилактику лесных пожаров, обещают чиновники. Технологии обнаружения пожаров будет сделан, конечно же, должен быть сделан и будет сделан рывок вперёд, будет рассмотрена и внедрена система, презентованная нашим институтом леса. Почти полностью переоснастить мобильную группировку лесопожарного центра, модернизировать базу лесничеств. Краевые власти обещают в течение ближайших трёх лет. Федерация выделяет на всё это больше полумиллиарда рублей. И кажется, уже только от одних этих перспектив количество пожаров должно стать в разы меньше. Алексей Кривогорницин, Иван Марков, Новости Прима. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...